Они получают подарки от Бога, такие люди. Эти люди называются удачливыми. Такие люди, они будут видеть опасность в своем сердце, когда она будет приходить. Несчастных случаев у них в жизни не будет. Они будут знать точно, что вот здесь надо прилагать силы. Люди, которые в сердце этот чистый, светлый путь с кем-то хотя бы сделали, эти люди также с Богом имеют такие же чистые и светлые отношения. И это называется честная жизнь. Честная жизнь означает, у тебя в сердце нет нигде засады, нигде нет больших трудностей ни с кем в отношении. Честная жизнь. Чувствуешь есть? Хорошо. Светлую память оставь, прости всем. Очисть свое сердце от любых злоб и злобы. Все, что в твоей жизни было, все не зря. В этом есть высший смысл. Даже если сильно насилие произошло, тоже есть высший смысл. Прости человека, который это сделал. Прими свое наказание. Есть люди, которые даже не успевают посчитать, что что-то не то произошло. Таким человеком был Серафим Саровский. Его когда убить пытались, он даже не обиделся на этих людей. И тогда уже не через человека наказание идет, а сразу через Бога. Эти люди сразу начали погибать, которые это сделали. Сразу же. И кто-то успел понять, что происходит, и раскается, и остался живым. Все остальные погибли. Если вы хотите, чтобы кого-то наказали, не надо самим это делать через свое сердце. Бог сам решит. Он сам решит. Будете еще защищать этого человека потом. От Бога. Птика говорит, не надо, я так не ожидал, что так сильно будет. Пощади его, пожалей этого человека. Он не знал, что творил. Продолжение следует...